Сегодня во внутреннем дворике Бресского театра кукол многолюдно. Здесь собралось немало юных зрителей. Одни пришли сюда в компании друзей, другие с родителями. Мест было много и хватило всем желающим. Перед присутствующими разворачивалась захватывающая история о доброй девочке Соне, которой подарили волшебный цветок с разноцветными лепестками. Заклинание сказки «Цветик-семицветик» наизусть знает не одно поколение, а потому включились спектакли не только дети, но и взрослые. Спектакль этот любимый нашими зрителями. Мы показывали, он у нас идет на малой сцене. Но сегодня, невзирая на то, что 10 часов – это не самое такое время для спектакля, скажем так, еще рановато. Вы видите, что у нас достаточно много ребят. Я думаю, что мы будем и дальше практиковать такие мероприятия, именно на открытом воздухе. Ну и с учетом еще и ситуации такой пандемической. Мы давно хотели попробовать, но в этом году погодные условия не позволили. Но сегодня нам погода благоволит. Яркие куклы, большое количество интересных локаций, интерактив – все это захватывало каждого зрителя без исключения. Приключения Сони, которая загадывала разные желания, заканчиваются, когда у нее остается последний лепесток. Именно в этот момент девочка знакомится с Витей, которая не может ходить. И ради него и его здоровья Соня тратит свое последнее желание. Белорусский союз «Женщина» на протяжении уже более двух недель проводит акцию «Дарим радость». Мы начинали с того, что во дворах нашего города, наших районов, сельских населенных пунктов приводили в порядке детские площадки. Пришло лето, солнышко, тепло. Таким образом хочется привлечь наших деток на улицы, чтобы они дышали свежим воздухом, общались друг с другом. А сегодня замечательный день, праздник, день защиты детей. Мы завершаем нашу акцию. Далее в программе детей ждало подведение итогов конкурса «Мой любимый спектакль». Авторам лучших работ были вручены подарки. Но на этом праздник детства не заканчивался. Впереди ребят ждал волшебный спектакль «Золушка», театрализованная программа и праздничный концерт.